здравствуйте мои золотые девочки давайте посмотрим расклад на тему что он будет делать чтобы восстановить отношения вернуть вас и будет ли он что-либо делать сейчас откроем первую карту и поймем что ничего делать не будет можно будет закрывать расклад а так как сейчас мужчины больше знаете говорят чем делают то как-то вот становится скучно жить да то есть как-то мужчина немножечко по издержали все так вот специально выгорание какое то у мужчины происходит то есть как будто бы их гормоны не заставляет что-то делать там для женщин чтобы завоевать хотя у них программе рождения это вот заложено да то есть почему например пихать мужчинам прилично бегать за женщинами а женщинам неприлично бегать за мужчину не например мужчинам прилично звонить и писать первыми. А женщинам неприлично. Но мы это все как-то игнорируем. И все, наверное, нарушаем в природе баланс. Итак, что он будет делать? Так, пока он будет отмораживаться, держать маску такого хладнокровия, да, несмотря на то, что привязан он к вами всеми фибрами души. Будет тусоваться собственным семействием, собственными родственниками, отмечать какие-то праздники и так далее. Потом начнет как бы резко идти в наступление. То есть какие-то праздничные периоды времени он будет долго как-то уходить в сторону в надежде, что вы сделаете первый шаг. Но ему придется делать первый шаг, и причем как бы так прям наступать на вас. Он в долгий период времени пытается и будет пытаться освободиться от чувства любви. То есть он, знаете, он хочет понять, это реальная любовь или можно как-то забыть. Да? Потом он будет в состоянии таком, что нужно делать определенный выбор. хочет он быть счастливым, или он будет скучать и создавать сам себе проблемы, да, и строить какие-то там, не знаю, на песке пирамидки. Ну, то есть он сам себе будет объяснять, разлюбил он вас или нет. Сейчас на данном этапе у него вот это вот идет трансформация, да, все познается в сравнении. Находясь в собственном доме, он придет в состоянии какого-то тупика, и у него придет тайное решение, что он не хочет быть отвергнутым, он не хочет быть таким человеком, которого просто, знаете, выбросили из своей жизни. То есть он не хочет проиграть в этой ситуации, что его тут сподвигнет еще, да. Очень сильно он привязался к вашему общению, и еще он сомневается по поводу того, что вы ему сказали в последнем разговоре. Есть у него такие какие-то тайные иллюзии, фантазии, он думает, что вы вернетесь, что вы образумитесь, что вы ему напишите первое, да, и что он вам необходим. Так, мужчина, мужчина, смотрите, очень внимательно наблюдает за вами в соцсетях. Он прям в щелку подглядывает, где вы там прячетесь, если вы даже все страницы закрыли. И он наблюдает не просто за вами в соцсетях, а он видит, насколько вы становитесь хороши и привлекательны, и его прям раздирают душевные муки, чувство собственничества, жадности такой, да, что нужно вас срочно вернуть, что вы с другим мужчиной расцветаете, например, ну, преображаетесь. А для него не хотели стараться, поэтому он будет проявлять инициативу первой. Ваше общение, ваше развлечение очень сильные приносило ему эмоции. Он очень сильно скрывал, что, знаете, он такой какой-то наивный ребенок, как будто, вы знаете, вот он как ребенок развлекается, играет, он очень сильно это скрывал. И еще такой момент, здесь высшие силы за то, что он долгий период времени просто как бы развлекался в соцсетях и ничего серьезного с вами не строил, бумерангом даст ему по голове, то есть за вами стоят высшие силы, то есть как бы они за вас ему отомстят, отомстят так по полной программе. Человек прочувствует настоящую любовь, тоску, болезненные какие-то муки такие душевные. На самом деле душевные муки, вот не зря же говорят, да, душевно больные люди. То есть люди сходят с ума именно от душевных каких-то переживаний. Вот он вот это все пройдет. Так как вы мастер мужчинам тоже пудрить мозги, и не просто пудрить мозги, а разводить мужчин на эмоциях, вы легко получите свой урожай. Практически где-то через месяц мужчина вылезет на этот, на контакт с вами. И у вас, знаете, есть такие радужные надежды, что теперь вы в этих отношениях рулите, что вы получили определенный опыт, вы теперь будете его четко зеркалить, вы будете вести себя исключительно так, как вел себя он, потому что пришло ваше время побеждать. Смотрите, он вообще считает, что вас прям увели у него из-под носа. То есть он уже тут как бы стелил соломку в надежде, что будет так, как он хочет, а вас увели. И ситуация достаточно такая судьбоносная. То есть человек начал планировать с вами серьезные отношения. Он считает, что вы его судьба. Вот. И сейчас ему приходится, скажем так, делать мозговой штурм, как вас вернуть, как вас завоевать. Да, то есть ему нужно напрягать мозги. И еще момент такой. Очень сильно вы ему помогали советами по работе. И у него сейчас не складывается ничего, потому что как бы закончился такой, знаете, серый кардинал в его жизни, который ему давал умные, ценные советы. Его жизнь без вас стала вообще совершенно бессмысленной. И он понимает, что как бы с вами сложно не было, он все равно безумно вас любит. Понимает, что вся вот эта вот переписка в соцсетях, она была вообще бесполезная. Он потратил огромное количество времени на пустую игру. А вы такая таинственная женщина, которая, имея много знаний, много энергии, просто из его жизни исчезли и как бы потерялся смысл в его жизни. Ну, вообще она очень сильно надеется на то, что все-таки вы согласитесь выйти за него замуж. Немножечко в браке вы начнете ему подчиняться. Такая мечта у него есть, да? И еще, так как он ресурсный и очень обеспеченный человек, то он как бы закроет вас вот в четыре стены, и вы будете рядом с ним, и не будет конкуренции. Будет он как-то хитро манипулировать вами, пытаться, по крайней мере, манипулировать, да? Но я бы так сказала, что высшие силы не дадут ему возможности взять верх над вами, потому что вот ваша сила, она намного больше. То есть вы как бы мудрее, умнее, сильнее, и вы сможете выдержать такого человека с таким ужасным характером. Остался он с разбитым сердцем, со своей любовью. Знаете, в его роду мужчины, которые вообще не умеют по-настоящему бороться за женщину, они там могут только словесную какую-то вот говорить, всякую ерунду о любви, о чувствах, об эмоциях, но при этом ничего не делать. То есть в его роду это было так. Но так как он остается с разбитым сердцем, и понимает, что если он ничего не будет делать, то он все потеряет. И сейчас, на данном этапе, он как немножечко обезоружен в этой ситуации. Он не знает, как ему действовать. Долгий период времени человек мог у вас выпрашивать деньги. Он считал, что он такой подарок судьбы. А на самом деле сейчас он переживает о том, что надо было на вас тратить такое огромное количество денег, чтобы вы из его жизни не исчезли. То есть преодолеть свою жадность. Очень болезненная ситуация человека происходит. Почему он бездействует? Он просто очень болезненно переносит ваш разрыв. Потому что очень длительный период времени была стабильная переписка. Он от вас эмоционально зависим. И сейчас он сходит с ума, что как кислородное такое голодание у него. Он решит то, что в семейных отношениях будет огромное количество общения с вами. Что не нужно будет проявлять, может быть, какую-то мудрость, тактичность, дипломатичность. Что все это закончится. Не нужно будет охотиться на вас. Что будет какая-то трансформация уже в отношениях. Единственное, что у него в голове, что может быть закончится романтика в браке. То есть на основе того, что он видит собственных родителей, ему кажется, что в браке любовь заканчивается. Попытается он по дураку к вам вылезти. В надежде, что будет какое-то быстрое перемирие. И что получится навести мосты. Но придется очень долго бороться с вашей холодностью. То есть вы прям будете как снежная королева. И это ему такое наказание будет за его, знаете, такую звездную болезнь. И еще я бы сказала так, что когда он прям начнет активно проявляться, вы в его глазах будете прямо звезда. То есть он ощутит все благородство вашего рода. Будет чувствовать себя униженным, брошенным. Будет считать, что вы такая святая женщина. Сама красота. И пока он тут сидел, вы могли себе завести какие-то новые отношения. То есть он не будет вас винить в том, что у вас появился кто-то еще на горизонте, потому что он так долго бездействовал. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный и мы рассмотрим вашу ситуацию. Продолжение следует...